приветствую всех на моем канале меня зовут наталья и сегодня я вам хочу показать как украсить пасхальное яйцо они немного разные но по моему оба красивые оставайтесь со мной до сегодняшней работы мне конечно же понадобится сама заготовка яйца как обрабатывать и подготовить заготовку к работе я снимала отдельное видео ссылочку я оставлю буду использовать жемчужную цепочку 3 миллиметра жемчужную цепочку 2 с половиной миллиметра стра завою цепочку два с половиной миллиметра полу бусины разного диаметра и конечно клей полу бусины можно использовать любые какие у есть не обязательно именно как у меня потому что все сразу и цепочки будем подгонять именно под полу бусинах начинаю работу с того что отмечают центр наверху и отмечают центр внизу и обязательно зрительно смотрим чтобы у нас была ровная полоса чтобы не было сдвига и пока откладываем сторону здесь у нас будет первые две полу бусина сверху и снизу и так как все полу бусина у меня вокруг приклеена стразы то стразы я подготавливаю заранее беру стразовую цепочку и полу бусину и укладываю ее чтобы она ровно лежала всеми камешками вверх и обрезаю еще раз проверяю чтобы полностью стразовая цепочка лежала ровно вот так и вокруг вот таким образом и также поступаю с полу бусинами поменьше если я убедилась что мне хватает длины стразовой цепочки затем я просто прикладываю вот таким образом хватая ножницами и обрезаю чтобы каждый раз не высчитывать прикладываю и таким образом нарезаю нужное количество стразовая цепочка берем заготовочку и отмечаем вот то что у нас была серединочка это единственное что мы отметим карандашом и сюда мы приклеим большую полу бусину берем клей и я ставлю такую большую большую каплю я уже показывала своих видео как я подклеиваю стразовую цепочку беру полу бусину и немного вот так покручу ее и надавливаю и клей проступил беру стразовую цепочку и укладываю вокруг очень важно иметь подставку чтобы удобно работать и обязательно соединяем края стразовой цепочки укладываем еще раз надавливаем клей снова проступил и теперь укладываем цепочку и она приклеится и к полу бусине их ткани когда все подклеилась аккуратно вокруг наносим еще один слой клея не спешим я заранее нарезала жемчужную цепочку так же как я показывала нарезала стразовую я нанесла клей и и беру жемчужную цепочку и также ее по кругу аккуратно укладываю выправляю все камешки чтобы смотрели вверх я отправляю сушиться я подклеила сверху и снизу полу бусину и обработала одинаково и теперь иголочками отмечаю высоту расположения следующих полу бусин вот таким образом и по бокам подклеиваю первые две полу бусина беру клей и также наношу каплю достаточно большую как и в первом случае и также подклеиваю стразовую цепочку не тот размер извините все аккуратно укладываю подклеиваю и поступаю также со второй стороны две полу бусины по которым мы ориентировались вот где яйцо склеена между ними я расположила еще две полу бусины и также обклеила с разовой цепочкой и иголочками ответь отметила на обратной стороне вот здесь у нас высота и здесь у нас будет следующая полу бусина также наношу клей беру полу бусину и подклеиваю стразовую цепочку и также поступаю со следующей полу бусиной я все подклею и вернусь к вам я уже начала украшать жемчужной цепочкой по кругу также наберу клей и наношу его как бы на саму стразовую цепочку как можно меньше на ткань прежде чем пробовать на яйце на готовом вы попробуйте на чем-нибудь чтобы почувствовали сколько клея наносить а то может быть что будет слишком много клея или наоборот будет не хватать и цепочка у вас не приклеится цепочку я приклеиваю таким образом чтобы вот клей как бы его вовнутрь собрать не просто накладываю цепочку сверху а именно вот так окружаю и обязательно соединяем края все поправляем еще раз прижимаем и обрабатываем все полу бусины следующий этап работы мы ориентируемся по шву это у нас будет как бы одна линия сверху вниз и второй шов и между вот этими швами половиночки делим на три части вот как у нас идут полу бусины здесь одна часть 1 линия вертикальная здесь вторая к центру и вот третье будет разделена каждая сторона на три части и иголочками отмечаем следующее расположение полу бусин вот таким образом и берем полу бусины поменьше также подклеиваем и обрабатываем стразовой цепочкой подклеиваем со всех сторон вот место склеивания по которому я ориентируюсь и между ним я подклеила еще две полу бусины и также поступлю с этой стороны наношу клей все полу бусины подклеиваются одинаково немного так поиграюсь полу бусиной так что мне и кулочка не мешала я ее уберу и укладываю цепочку как я уже говорила клей стараемся вокруг его собрать при этом выправляем всю цепочку еще раз надавливаем и все подклеиваем и еще одну полу бусину подклеиваем сюда сейчас мы с вами будем делать вот такие загогулины здесь я немного изменила порядок декора так как здесь у меня более близко расположены полу бусина здесь поюс немножко по-другому будет главное понять как это все работает и вы сможете делать любые узоры и всегда я начинаю работу с места где подклеена и беру жемчужную цепочку 3 миллиметра которая побольше и наношу клея чтобы подклеить первые 2 2 цепочки вот располагаю их именно от середины что первая находилась по середине и даю обязательно закрепиться придерживаю чтобы это все закрепилось теперь когда у нас первые два звена закрепились мы будем подклеивать и жемчужную цепочку вот таким образом и будем делать это очень медленно отодвигаем цепочку и наносим клей совсем по чуть-чуть вот таким образом я нанесла и располагаю аккуратно цепочку расположила и также даю минуту полторы подсохнуть все это придерживаю все подклеилось но я все же еще придерживаю отодвигаю сначала располагаю цепочку чтобы зрительно видеть где у меня будет клей отодвигаю и аккуратно наношу стараемся тоненькую и вокруг тут спешить нельзя также укладываю и все даю закрепиться теперь укладываю цепочку по кругу и смотрю сколько мне звеньев надо и только теперь обрезаю лишнее теперь наношу остальной клей вот сюда в серединочку можно побольше чтобы склеить две цепочки и располагаю все извините за соседи сегодня шумят вот таким образом все располагаю и даю закрепиться ну вот мы объявили с разовой цепочкой вот эту полу бусину начинали от предыдущий теперь будем вот эту бусину обрабатывать начинаем от предыдущей следовательно берем с разовую цепочку подклеиваем ее вот сюда и также обрабатываем вот таким образом следующую будем начинать вот здесь я все подклею и вернусь ну вот вы уже видите что получается и между вот с разовыми жемчужными цепочками я решила подклеить еще полу бусины поменьше на нашу небольшую каплю клея беру полу бусину и подклеиваю и вот так по всему кругу а также по низу я добавлю еще один ряд стразовой цепочки и ряд крупной жемчужной цепочки чуть ниже я подклеила еще один ряд полу бусин и стразовой цепочки и теперь уже буду вести загогулина вот отсюда вот таким образом наношу клей и подклеиваю первые несколько звеньев когда вы немного поработаете с клеем вы уже будете чувствовать как его наносить и сколько нужно даю закрепиться и затем поступаю также как показывала ранее вот таким образом и подклею украшу все яйцо я начала украшать нижнюю часть вот таким образом укладываю цепочку и увожу ее под следующую полу бусину повторяем можно сказать одни и те же операции ничего сложного главное понять как это делается и вы будете делать любые узоры на любой поверхности конечно работа очень кропотливая поэтому если вы не уверены что выдержите лучше за это не беритесь и укладываю цепочку смотрю сколько мне надо излишнее обрезаю и даю подклеиться и поступаю так со всеми полу бусинами ну вот вы видите низ я подклеила и уже начала украшать боковинки и оставила одну сторону чтобы вам показать как это делать беру клей и подклеиваю одну полу бусину вот сюда и сюда полу бусина на столе размещайте так чтобы они смотрели вверх чтобы вы могли сразу их схватить и между ними подклеиваю еще три полу бусины сначала их просто выкладываю а затем подравниваю и прижимаю то что я добавлю она это она она и еще 2 как видите ничего сложного ну вот по желанию можно еще что-то добавить серединку я решила что мне что-то не хватает и я решила подклеить полу бусины побольше диаметром вот сюда и наверное еще сюда и так подклею по всему яйцо я подклеила все полу бусины и мое пасхальное яйцо готово даже не знаю с какой стороны она смотрится лучше надеюсь вам мое видео сегодня понравилось и было полезным вы узнали что-то новое если это так не забывайте ставить пальчик вверх мне будет очень приятно надеюсь я все объяснила если у вас есть вопросы пишите в комментарии я конечно же вам отвечу а на сегодня все до следующей встречи пока пока